Всем привет, с вами Ваня, это 105 серия похождения на ядерном сервере и прошло некоторое время с предыдущей серии, наверное часа 4 или 5 и как вы видите, не то чтобы меня очень хорошо с ее материей не то чтобы у меня очень, ну давайте посмотрим, у меня медь начала кончаться для меня две линейки этого сундука, ну кстати это действительно две линейки, о, даже больше это все-таки кончается, с железом более-менее нормально, железо приезжает но это все ценой того, что я отправил туда почти все олово, которое у меня было у меня сейчас проблема, не с чего делать батарейки, хотя потихонечку идет вот это вот решение, отправлять ровно половину материи сразу автоматически на создание олова оно было какое-то очень правильное, то есть, что бы я ни делал, у меня всегда есть запас олова правда единственное бяка заключается в том, что я его трачу ну, а что делать? да, когда-то я считал, что у меня очень много ресурсов, ну да, и хоть у меня действительно было много теперь я практически нищий, но есть один плюс в этой нищете дело в том, что я получаю стабильный доход генераторов ну, то есть, у меня стабильно есть генераторы все новые, 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 свежие и сейчас я, наверное, ой, ну ладно это не страшно и сейчас я их буду расставлять у меня их, кстати, действительно много сейчас доделаю то, что есть здесь и пошли на крышу деревянная фермочка работает хуже некуда вот это вот за два часа ну, то есть, стек резины в час и немножечко дерева, которое тоже можно засунуть в экстракторы но, к сожалению, из них получается не так много, как хотелось бы так, ну это все сюда мясо, наверное, тоже сюда вот это мне, наверное, когда-нибудь пригодится также я потихонечку дожигаю там внизу дерево ну, дожигаю, это громко сказано жечь там и жечь ну, вот три с половиной стека шпалп который тоже не очень понятно, куда девать так, а вот и я нашел в своей сумке давайте смотреть, сколько за эти несколько часов у меня получилось генераторов ну, вот сколько-то вот столько да, конечно, это много это, наверное, даже пара рядов колонн пара рядов, да, это для меня нормально мне нужно сделать еще, наверное, раза три так и... все я могу сказать, что у меня завершен этап постройки витряных генераторов и приступить к постройке генераторов солнечных так, надо взять с собой олова потому что мне там нужно делать оловянный кабель все остальное у меня там уже давным-давно установлено так что этого хватит кстати, резину можно забрать хотя, что ее забирать? она сейчас все равно сюда наполнится пусть лежит здесь да, вот такая здоровая тонна сундуков, которые они просто пустые ничего интересного и так, все хватит трепаться я пошел смотреть, что у меня на крыше на крыше у меня по-старому так а, да, это я делал топливо для новых черепах сколько у меня есть кабеля? одна штучка нужно еще раз, два, три стека сколько у меня топлива? топливо вроде бы нормально прекрасно можно расставляться чем больше у меня электричества тем быстрее я доделаю этот несчастный проект кстати, как вы видите уже довольно много и я не стал ставить вот здесь вот такие колонны хотя, может быть, зря вот тот вот генератор сломался ну что же значит, они ломаются это хорошо, что они ломаются значит, они работают почти на полную мощность так ну а дальше я расставляю черепах запускаю этих черепах сейчас я их расставляю таким образом стоп должно быть пять клеточек раз, два, три, четыре, пять да что смотреть на них будет довольно интересно то есть, когда они все в ряд выставлены работают одновременно ну, были запущены практически одновременно стоп что-то не то да эта черепаха должна быть здесь абсолютно все равно они, конечно, пронумерованы но от номера ничего не зависит сейчас я их так, стоп вот этот вот кусок кабеля мне нужен для того, чтобы доделывать то, что они сами не доделали да, и тут, как я помню должно оставаться три колонны ух ты, они ломаются чуть-чуть, да это хорошо вот если бы еще то, что они ломаются давало мне побольше ю-ю материи было бы вообще зашибись но к сожалению, это не так так, все правильно установил если случайно поменять местами провод топлива черепаха очень сильно расстроится и начнет делать всякие глупости ну, например такие, как стоять на месте пытаться установить генераторы в одно и то же место при этом ломая старые да, у меня есть такая недодевочка в программе я о ней знаю, но я же использую черепах правильно поэтому, если я помню о том, что можно так ошибиться и это приведет к печальным последствиям то почему бы не легализовать и возглавить так, стоп в какой-то из сумок у меня были генераторы прекрасно по паре стеков да что ж такое-то тигенс вперед, красавица та же самая история здесь и где я не хочу выключать запись сейчас потому что я ее забуду включить но сейчас они начнут работать все одновременно и мы посмотрим как это выглядит со стороны ну, даже очень сильно отбегать не надо выглядит приятно все все работают я сказал все работают кстати, очень интересно ведут себя черепахи дело в том, что топливо им нужно только для того чтобы перемещаться для того, чтобы ломать блоки топливо им как раз не нужно что меня на самом деле настораживает я вообще-то думал, что ломать блоки это стоит много но они поехали ровненько аккуратненько они работают на меня и сами подключают все вот к этим трансформатором кстати, ой психоделическая картинка сколько раз два, три, четыре пять, шесть шесть рядов осталось совсем чуть-чуть правда для того чтобы наделать генераторов хотя я сделал ну да мне здесь хватит еще на один ряд то есть я угадал еще еще примерно сутки и у меня будет полное я даже не знаю как это назвать это конечно ветряная установка но что-то как-то установка ее язык не поворачивается назвать так дай-ка я какого-нибудь вот такого угла посмотрю стоп а что это а, все нормально это был адский глюк ничего страшного мне просто не показали что здесь построилось что-то здесь, кстати, тоже должно было построиться вот так работают черепахи это уже примерно полная мощность я это все дострою после чего пару раз пройду подчинятелем который заменит все сломанные генераторы весь недоставленный камень и так далее и надолго забуду о том что у меня там что-то есть до тех пор пока у меня едет ее материя она, кстати, едет но что-то как-то производство ее материи меня очень сильно расстраивает дело в том что я вообще надеялся что у меня здесь будет много да что такое почему я не могу взять много электричества да что такое а где мой у меня был ее ридер помните только что держал в руках почему он здесь ну-ка о он заработал четыре с половиной на самом деле они генерируют от двух до пяти в зависимости от времени суток времени года силы ветра ну конечно же от силы ветра но только силы ветра зависит от погоды на Марсе а так четыре с половиной умножить на пятнадцать примерно потом будет восемьдесят тысяч энерджи юнитов за тик что вообще-то для меня личный рекорд я таких еще не делал вот это еще будут солнечные солнечные тоже можно посчитать но их считать намного проще у меня здесь сколько здесь у меня раз, два, три, четыре, пять, шесть тридцать шесть чанков один чанк это двести пятьдесят шесть иютов можете умножить сами тридцать шесть на двести пятьдесят шесть на самом деле все очень просто двести пятьдесят шесть на тридцать шесть это четырежды девять соответственно двести пятьдесят шесть на четыре тысяча девять тысяч всего-то девять тысяч а вот эти дают почти восемьдесят что у нас тут у нас тут конечно же похабщина и нужен второй ну не то чтобы нужен но имеет смысл поставить второй кабалстонный генератор и здесь тоже ничего интересного это мой полный сундук с камнем и я наверное пока печки делать не буду потому что вроде бы запаса печек у меня нет и у меня есть небольшой запас улова сверху который потихонечку превращается в железо самое интересное что я заметил что вот эти вот батареечные ящики всегда полные и даже даже вот этот вот ящик он более-менее с энергией более-менее заряжается то есть это какая-то очень удачная конструкция и я не знаю как я это сделал оно работает можно конечно заняться тем что начать строить тут но что-то мне очень сильно надоело строить и я бы с большим удовольствием побегал по серверу так что давайте я сейчас пойду на спаун или пойду посмотрю на карту найду какое-нибудь интересное место народа кстати сейчас не очень много так что можно сходить и посмотреть на творение наших близких совершенно неожиданно пришел к товарищу Денисику который жалуется что у него не работают деплойеры а они у него и не будут работать потому что он сюда засовывает банки банки в деплойерах не ух ты а здесь работают а что это банки в деплойерах работают не должны работать банки в деплойерах очень интересно как он этого добился забавно ну не знаю по моей информации такого быть не должно Но это фильтры. Это тоже фильтры. Клёво. Давайте займёмся расследованием. Ну-ка. Red Power. Разрешено. Овнер Red Power. Очень интересно. Хе-хе-хе. Хе-хе. Куриный ад. Забавно. Кстати, а как он вот такую лесенку построил? Это же... Это как надо строить так, чтобы оно так построилось? Или он её потом фигурно вырезал? Чё-чё тут? У-у-у. Вау! Топливо! Кстати, есть какой-то очень интересный рецепт. Из... Индастрилкрафта. Который... Использует порох. Для бензина. Ух ты. Почему снизу? А если... А, понял, почему снизу. И чё, и так работает? А я всегда вот тут вот дырку оставлял. Для того, чтобы... У меня никогда не было... А, вот тут вода стекает. А, всё, понял, как он сделал. Кстати, хорошая идея. Очень хорошая идея. Очень-очень хорошая идея. Мне нравится. Серьёзно. Я, наверное, воспользуюсь подобным... Ой. Подобной штукой. Ну вот. Не сверзился. Если честно, я начал... Продолжать устанавливать свои генераторы. Ё! О! Дайте я встану куда-нибудь. Ну, вообще, где я? Аккуратненькое место. Но маленькое. Ну, видимо, ему хватает. Чё здесь происходит? Всего лишь карьер. Ну, да, так. Чистенько, аккуратненько. Висящий в воздухе чанклоудер. Какой у него? 3х3? Ну, тоже нормально. Должно работать. О, да. Висящая в воздухе платформа. Так, это кобалстонный генератор. Это то, где он живёт. Ну, да, нормально. Правда, хоть и бей, не представляю, где это. Нужно будет по карте потом сходить посмотреть. Откуда он берёт резину, я тоже не понимаю. Ну, может, из её материи делает. В принципе, её материи у него должно быть. Немножко. Так, ну, а я пойду заниматься своими делами дальше. О, вёдроплавильный агрегат. Не знаю. А чё, оно тут плавит. Ух ты. И фильтры. А, ну да. Тут ничего интересного не должно быть. Должно быть интересное. Дальше. Где-то здесь. А дальше всё уходит в сундуки, как я понял. Ну, ладно. Суть по всему, автоматическая снабжательная система. Всё. Пошёл обратно на базу. Строить свои генераторы. Конечно же, я не мог не похвастаться своим ветрогенерировательным механизмом перед фарком. Этот засранец пришёл и говорит, что ты тут устроил, понимаешь ли. У тебя тут камень баунсится. Ух ты, как он тут баунсится. Ух ты. И надо куда-то это всё девать. И на самом деле он прав. Сейчас будем оптимизировать эту систему. У меня, кстати, по-моему, всё, что нужно, есть в правильной сумочке. Ну да, камушек лишним можно сложить пока сюда. Сейчас сделаем хитро. Пока что я... Ух ты. Как тут сурово-то всё. Пока что я убираю верхнюю трубу. Мы заменим её на билдкрафтовскую. Прямо сейчас. Так, и надо бы... Надо бы... Ой, ё. Надо бы сейчас сделать следующее. Нужно отключить вот эту вот штуку. Не, не эту. Вот эту. Всё, отключили. Никто ничего не знает. Никто ничего не видел. И камень сюда перестал идти. А вот теперь... Ну, конечно же, после того, как я отключу вот эту тоже. Можно сделать хитро. Кстати, в этих трубах должен перестать баунситься камень тут же. То есть, квалстонный генератор будет расти. Работать. Но при этом он не будет никуда ничего отправлять. И камень будет копиться в сундуках. То есть, после того, как я это сделаю. Мне на некоторое время придётся включить его очень быстро. Что ж такое-то? О! Для того, чтобы он вытащил всё из сундуков. Потому что, как вы помните. Если он... К квалстонный генератор у меня работает правильно. То... Он добывает камня за один тик. Ровно столько, сколько он из него извлекается. Так, ну чё. Я почти завершил. И, по-моему, розовеньких труб у меня было много. Вот это... Я почти уверен. Сейчас, кстати, проверим. И, может быть... У меня есть очень большое подозрение, что... Да, это хорошая идея. Не, конечно же, не делать так, как я сейчас видел, по-моему, Денисика. О! Всё, чистенько. Сейчас я поставлю сюда Advanced Insertion Pipes. И в них камень не... Ну... В них предметы всегда идут в одну сторону. Правда, к сожалению, из них они иногда вываливаются. Вот это вот не очень приятно. Так, почистили. Теперь можно засунуть всё, где было. Ну, например, сюда. И поискать. Я помню, их у меня было много. 57. Не, придётся делать ещё. Но... Они дешёвые. Хотя Халки очень сильно удивлялся, что такие крутые трубы. И такие дешёвые. Во. Ну, в общем, вы меня, надеюсь, поняли, что я собираюсь сделать. Да, сюда заезжает камень с двух сторон. И я собираюсь отрегулировать скорость моего кабалстонного генератора так, чтобы... Ну, он... Как бы это правильно сказать? Работал с той скоростью, с которой работают мои ресайклеры. Ресайклеры, кстати, работают всегда с константной скоростью. То есть она у них ни из-за чего не может измениться. Это у генераторов может измениться скорость из-за того, что они... Ну, там, ветер поменялся или что-то ещё. А у этих ребят она всегда одинаковая. Не хватит. Добавлю овергокеров. Электричество на эти цели мне не жалко. Так. Ну, чё, вроде бы... Как-то вот так. Можно ещё парочку поставить пока что. Чёрт. У меня кончилось электричество. Но электричество здесь, это не проблема. Так. Бур. Он же дрель. А, Фарк говорит, Ваня выключил баунсящийся камень и ничего не изменилось. До сих пор плохой ТПС. Сейчас он меня будет реабилитировать. Сейчас он меня будет реабилитировать. Но поздняк. Я сделал уже более клёво. Клёво. Да. Мне на самом деле... Ну, даже не то, чтобы... Я считаю, что это более эффективно. Я хочу просто поиграться вот с такой конструкцией. Вдруг... Будет чё-нибудь интересное. То есть, я это делаю только из любви к искусству. Ну, чё, дальше всё как обычно. Вот так вот. Может быть, даже вот так вот. Дальше. Дальше, наверное, вот так вот. И здесь, по-моему, у меня были транспозеры. Транспозеры. Это такие штуки из Red Power. Поэтому они в красной сумке. Смотрел не туда. Тут вообще... А, чёрт. Проблемы. Небольшие проблемы. Слишком близко. О! Нормально? Кажись. Да. Теперь можно взять вот эту трубу, поставить её. Сюда. Ну, для того, чтобы было обо что упереться. Стоп. О! Здесь лишнее. Ага. И, кажется, оно сейчас заработает. Камень пошёл. Ну, давайте смотреть, чё будет. Ну, ты будешь плеваться вообще? Будет. Куда она денется? Конечно, тут неплохо золотую трубу. Наверное. Но чё-то как-то не очень понятно, где её устанавливать. А, поднять вот эту конструкцию выше. Заодно можно будет... Гост-энтитиэс. Гост-энтитиэс. Я знаю, что могут делать гост-энтитиэс. А фишка в том, что иногда бюлдкрафтовские трубы на углах делают глупости. Ну, эта глупость только отрисовывается глупо. Есть золотая труба. Есть. Вот так вот. Сначала золотая, потом обсидиановая. И тут надо... Ой, зачем я это сделал? Мне нужен кусочек камня. Маленький. Для того, чтобы его поставить вот сюда. Во! Чёрт, выключатели кончаются. Вперёд. Соответственно, я могу поднять ещё и вот здесь вот. Ой. Проблема в том, что оно будет... А, стоп. У меня же там тупой... Этот самый... Транспозер. Ничего плохого бы не было. Во! Вот теперь его можно сюда устанавливать. Правда, придётся хитро подпрыгнуть. Или же у меня получится его установить. Во! И та же самая история с другой стороны. Ну чё. Плюётся хорошо. Это у стекенбой билдкрафт чего-чего. Ну, плюётся хорошо. И едет с офигенной скоростью. Почему-то оно уезжает всё вот в этот вот ресайклер. Должно разъезжаться по всем. А, кажется, разъезжается. Да. Всё нормально. Во! Чё он говорит? Не понял. А, чё, кой-то? Я только что избавился от этого простого способа кормить ресайклеры при помощи Red Power. Ну чё. Будем считать, что почти готово. Я сейчас быстро сбегаю вниз и займусь. Пусть здесь функционирует. А я сейчас наделаю ещё вот этих труб, сколько мне нужно. Ну, пара наборов, пара наборов мне хватит. Так, ну чё, я вроде бы почти убрал лишний камень. Можно устанавливать мои розовенькие трубочки. А тут придётся устанавливать их хитро. Ну, конечно же, тоже с золотой. Без золотой будет очень плохо. А, why is no one is on 1.3 сервер? Ну, Халки, потому что мы не хотим строить что-нибудь большое, серьёзное на сервере, которому скоро умирать. Ой. А высоте-то я не подумал. А, вот этот вот кабель можно пропустить снизу. Во. Это нормально, это не страшно. Где-то здесь. Во. Система становится всё компактнее и компактнее. Так, ну и, конечно же, мне нужно сейчас будет перемашортизировать вот эту трубу. Чем мы сейчас и займёмся. То есть, вот эта больше не нужна. Эй. Дайте мне её разломать-то. И как-то вот. Ну да, так как я использую транспозер, то можно тупо вот так вот. Вот это вот место не будет ничего касаться, потому что транспозер не позволяет себя касаться с боков. Ну и, конечно же, мне нужно во что его упереть. Эй. Стали поставили. Плохо поставили. Придётся крутить. Крутить. Сейчас, кстати, может случиться какая-нибудь фигня, если я неправильно его покручу. Всё. Вот теперь фигня не случилась. Должно работать. Ну, ещё нужно, конечно же, придумать, что делать со всем вот этим вот камнем. Проблема в том, что если я сейчас перегружу мои ресайклеры, у меня всё посыпется на землю. Это, в общем-то, не клёво. В принципе, можно сделать систему, которая защищает от переполнения. Не очень понятно, как. Ну, в общем-то, понятно, можно поставить транспозер сверху, который будет забирать всё, что вываливается из этой трубы. То есть труба будет выплёвывать наверх, и всё будет заплёвываться в транспозер. Но чё-то как-то мне эта идея настолько не нравится. А вот здесь вот можно всё выбрать очень легко. Если я положу всё сюда, и возьму все вот эти штуки, и встану на эту трубу, ай, я могу тупо сделать вот так, чпок, и всё попало в трубу. И всё сейчас тоннами поедет. Ну да, оно поехало и наполнило все эти ресайклеры. В принципе, давайте попробую, почему эта штука... Ой, а куда он делся? It's gonna disconnect everything. О боже, у него сломался компьютер. Так вот, в трубе Red Power'овской всё баунсилось. Здесь же предметы едут в одну сторону. И... у них не такое большое время жизни, как у... стеков камня в Red Power'овской трубе. То есть они доезжают, там куда могут запихиваются, дальше они... всё уменьшается, уменьшается, уменьшается. Размер стека. И в результате... Кажется, у меня наполнены все ресайклеры. Но не полностью. Что приятно. То есть он так вот проезжает почти до конца и тает... Ну, по одному кусочку камня засовывается в каждый ресайклер. Кажется. Надеюсь. В принципе, я сейчас подожду, посмотрю, насколько эта фигня вообще эффективна. По идее, сейчас у меня должен отресайклиться весь камень, который я сюда забросил. Некоторые из них должны выключиться. И тогда я пройдусь по верхнему ряду, соберу ещё камня и закину вручную, чтобы он дообработался. Или отправлю его вниз, для того, чтобы он обработался внизу. У меня же внизу тоже есть ресайклеры. Ну, правда, не настолько аверклоконные, но зато из них точно ничего не высыпается. А пока я пойду достраивать свои генераторы. Кажется, черепахи там уже доделали свою чистую работу. Продолжаю развлекаться. Вот это жуткое место. А-а-а! А, кстати, обсидианчик. Вот это жуткое место. Мне не гусит посмотреть этот реактор. Олд Грек пожаловался на Фарка, что Фарк сломал его элеваторные треки, и он теперь не может никуда вылезти из этой ямы. Да, хорошая яма. В общем, пришлось прийти к нему и подарить ему скафолды. Пусть радуется. А ещё он жаловался, что у него мёртвый джитпак. Ух ты! Какое прикольное место. А, ну да, я это место уже видел. Это то, про что я говорил, что оно вырыто черепахами. Ну, точно вырыто черепахами. Очень похоже. Всё. Добегались. Значит, здесь что-то интересное? Неа, ничего здесь интересного. Тем временем у меня на моей базе черепахи что-то строят. У меня опять кончились ресурсы, так что нужно ждать, пока у меня всего нагенерится. И, наверное, уже хватит записывать. Можно отдохнуть от Майнкрафта. Тем более, что ничего путного я не сделаю. Можно, конечно, носиться между моим ресурс-процессором и забирать оттуда маленькие порции олова. Но, по-моему... Ух ты. Лучше прийти туда один раз. Олова! Олова! И сделать сразу несколько стэков генераторов. Ну, собственно, чем я и займусь в следующей... О! Ты смотри, куда я пришёл. В следующей серии. Интересно, интересно. Зачем? Тут кто-то экспериментировал? Или тут действительно что-то есть? В принципе, может быть и есть. Но мы этого никогда не узнаем, потому что копаться я тут не хочу. Ух ты! Олова! Может, пойти по руду копать? Ну, в принципе, наверное, интересная идея. Иначе от меня абсолютно не придут руду копать. О! Вход! Во! Тут кто-то что-то пенил. А вот это выход. А куда этот выход? Вдруг нам сейчас покажут шикарные хоромы? Куда можно пойти погрифать? Ну, вряд ли. Да, всё. Шикарные хоромы кончились. Это чьи-то жуткие рудники. Тут кто-то. Всё. Ай! Спасайте меня немедленно. Я умираю. Спасли. Как я хорошо выпрыгнул-то. Ну, ладно. На этой счастливой ноте завершаем нашу сегодняшнюю серию. До встречи в следующей. С вами был Ваня. Это была, по-моему, 105-я или даже 106-я серия похождения на ядерном сервере. Счастья, радости. Пока.